Колоссальная сумма, которая выделяется на перевооружение, это не милитаризация, а скорее плата по счетам за те годы, когда армия и флот хронически недофинансировались. Поэтому отчитываться нужно будет не количеством освоенных миллиардов, а количеством единиц техники, наившей техники, поставленной войска. На вопрос, куда исчезают деньги, эксперты разводят руками. В седьмом году Рособоронзаказ был выполнен, когда денег было меньше. Выполнен на 60%. В восьмом кризисном году на 50%. В девятом он выполнен на 30%. В десятом он выполнен на 17%. А в одиннадцатом не выполнен вообще. Выходит какая-то интересная прогрессия. Чем больше даем денег, тем меньше выполняется Рособоронзаказ. А куда же деньги деваются в бюджетах? Они возвращали. Вот я бы хотела сказать, спросить вернее, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя и как вернуть эти деньги, которые они уворовали? Славянка это и прочее вот. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего не уворовали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет. Нет, не знаю. Товарищ Верховный Главнокомандующий, вооруженными силами Российской Федерации. Войска Московского гарнизона к параду готовы. Министр обороны Сердюков. Праздник. Война! Война! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ранее корпорация сама признала, что планируемые убытки от неудачных проектов прошлого года – 22 миллиарда рублей. Под мифические проекты, под те бизнес-планы, которые заранее были обречены, как сегодня видно, на провал, из бюджета и из казны Роснана выходили миллиарды рублей. И сегодня эти миллиарды рублей оказываются, очевидно, потраченными на ветер. Потому что в той ситуации это можно было просчитать, это можно было предвидеть, но этого сделано не было. Материалами знакомлюсь, их работы. Есть и проколы, и провалы. Но это не уголовщина. Понимаете? Это абсолютно разная вещь. Вот когда даже у нас, когда в регионы вкладывают деньги не по назначению, это не значит, что их украли. В данном случае вложили неэффективно, но это не воровство. Вы знаете, они всегда, так же, как и многие губернаторы, на острие критики и на острие проблем. И очень легко сделать из каждого из этих людей козла отпущения. Но и я несу ответственность за то, что происходит в этих сферах. И я лично, как председатель правительства. Это первое. Что творится с образованием? Школьную форму отменили. Вместо математики целый день физкультура. Кофе стало оно. А я вам скажу, это не кофе стало оно. Это образование стало оно. Второе, это люди квалифицированные. Вопросы, которыми они занимаются, сложны и однозначных подходов не терпят. Можно с чем-то поспорить. Можно в чем-то упрекнуть. И в завершение я прошу камеры выключить. Я хочу сказать следующее. Потому что я вот только что сказал об этом, когда еще работали камеры телевизионные. Но как заключаем эти совмещения? Как мы работаем? Качество работы не уничтожено. Все поверхностно делается, понимаете? Если будем работать так, то ни хрена не сделают. А если мы будем работать более настойчиво, более профессионально, и с пониманием того, что нужно сделать, то сделаем. Значит, если мы этого не сделаем, то нужно будет признать, что либо я работаю неэффективно, либо вы все плохо работаете, и вам нужно уйти. Обращаю ваше внимание на то, что вот на сегодняшний день я склоняюсь ко второму варианту. И я думаю, что это понятно. Чтобы не было никаких красивей, и люди нельзя понимать. Чтобы мы по-честному друг другу разговаривали.